Десна ТВ В Десногорске открылись центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Сейчас мы говорим о компетенциях, о навыках, о тех умениях, которые помогут вам получить желаемую работу, достойный заработок, достойный уровень жизни. Под председательством исполняющего обязанности главы Десногорска Александра Новикова прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 29 сентября представители городских служб доложили о текущей эпидемиологической ситуации. 20 человек, из них 3 с подтверждённым ковидом, 18 пневмоний. Амбулаторно под наблюдением находятся 9 человек с положительным ковидом, без симптомной формы и пневмонии. За весь период этого года, по данным ФМБА в Десногорске, отмечено 346 случаев заражения коронавирусом. Учитывая текущую негативную тенденцию по распространению инфекции, так 29 сентября в Смоленской области поставлено 17 диагнозов COVID-19, предложено активнее соблюдать ограничительные меры как в Десногорске, так и в местных организациях. Вышло постановление главного государственного санитарного врача в Российской Федерации. Все люди, которые возвращаются из-за границы, в настоящее время должны сдать тест, но уже здесь не определен срок 3 дня. В общем, выходят они на самоизоляцию до того периода, когда получат результаты теста. Продолжается уборка городской территории с применением специальных дезинфицирующих средств. Местным жителям все также рекомендовано использовать одноразовые маски и соблюдать личную дистанцию. Также обсуждается запрет на обслуживание посетителей в магазинах без средств личной гигиены. Нынешние ограничения по коронавирусу на Смоленщине продлены до 13 октября. Образование в десногорских школах становится еще интереснее. 29 сентября в местных учебных заведениях открылись центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Это нововведение реализуется по всей стране в рамках национального проекта «Образование». Сейчас мы говорим о компетенциях, о навыках, о тех умениях, которые помогут вам получить желаемую работу, достойный заработок, достойный уровень жизни. Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных учебных заведений в сельской местности и малых городов. В Десногорске площадкой для всероссийского проекта стали первая и четвертая школы. В них будут внедрены новые образовательные технологии и методы воспитания учащихся. Школьники смогут под новым углом взглянуть на привычные предметы – технология, информатика, ОБЖ. Выложили новые носики, теперь мы что-то здесь фиксируем, чтобы во время приноски больной не выполнилась. Центры «Точка роста» оснащаются современным оборудованием – 3D-принтерами, видеокамерами, летательными аппаратами. На данный момент школа номер 4 уже получила конструкторы для создания программируемых механизмов и тренажёры для отработки оказания первой медицинской помощи. Кроме этого, центр получит современное оборудование пространства «Трансформер», которое очень быстро позволяет сменить один вид деятельности на другой. Обновлённая материальная база будет подкреплена и повышением квалификации преподавателей. Это часть реализации программы центров «Точка роста». Тем самым, помимо привычных предметных областей, детям будут предложены новые направления дополнительного образования. Это такие направления, как шахматы, робототехника, 3D-проектирование, ну и многое другое. Оснащение центров проводится согласно условиям национального проекта образования и должно быть завершено к концу текущего года. В конце выпуска о погоде. 1 октября в Десногорске переменная облачность. Днём плюс 16, ночью плюс 12. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!